Всем привет, друзья! Посмотрите, я привезла вас на старинное английское кладбище. Вот где ещё гулять, как говорится, в карантин, как не на кладбище. Больше же, наверное, самое такое место уединения. Вот и погуляем с вами. Я рассказывала уже вам, что я обожаю бродить. По кладбищам старинным. И вот думаю, что если кто-то тоже разделяет мой такой интерес, то сейчас и посмотрим. А вот ещё не считается ничем удивительным в Англии, когда вот так рядом. Буквально даже и стенку не ставят высокую. И смотрят окна на все эти памятники. Живут себе люди годами. У них центральные окна огромные. Выходят на вот эти вот старинные кладбищенские памятники. И нормально. Считается вам для этого вполне обычным делом. Вот ещё несколько домов расположились рядом. С кладбищем. С кладбищем. Что здесь особенного? Да вот для меня всё здесь особенное. Понимаете, друзья? И все эти могилы. Я, конечно, постараюсь найти для вас самое старое захоронение. Но вот, например, вот там, вот в траве, уже заброшенное всё, наверняка захоронения старые. Но вы знаете, что получается, что тут я вряд ли что-то вообще смогу прочитать. А вот такие захоронения, они помоложе, как тут сказать. Боже, ну, что-то сможем мы прочесть. Я вот уже немножко прошла, посмотрела и вижу 1830-й, 60-й, 70-й. То есть, ну, вот, 19-й век могилы. Некоторые надгробия попадаются весьма интересные. Вот посмотрите. Странно тут здесь. Так как она зелёная, это значит, что это было сделано из меди. И сейчас поищем. Красивая огробница. Но крест уже разбит. Вот осталось тут. Прочитать я не смогла здесь ничего. Может быть, кто-то сможет. Оградки тоже такие старинные. В эту гробницу плющ на стол настолько въелся, что он, наверное, её всё-таки скоро вообще разломает. Но и потом даже не видно уже, что она из себя представляла. Целый ряд именно вот таких гробниц здесь стоит. Больших и маленьких. Если посмотреть надпись, 1877 год, десембо 26. Сейчас попробую понайти год на вот этой вот гробнице. 1879. Выглядит она впечатляюще, конечно. Большая, но 1879 год, по мне, так не очень и старая. Если же нахожу какую-то более старую могилу, памятник, то никаких надписей найти не удаётся. Сейчас попробую всё-таки вам здесь отыскать какую-то могилу постарше. До встречи сейчас. Продолжение следует... Вот здесь. Смотрим, ищем. 29-е. Что здесь? 1857, что ли, да? Розы, кусты роз кругом. Запах обалденный. Ой, как пахнут розы. Как быстро они отцветают. Не успеют расцвести. И уже завяло. Вот опять 1898. Но я, понимаете, подхожу к таким плитам, которые я могу прочитать. Поэтому все они вот 19-й век. А еще, знаете, обратила внимание, что когда глазами смотришь, не очень видно. А вот потом начинаю просматривать видео на камере, и свет, наверное, падает по-другому. И видно... Видно даже лучше. Таких старинных кладбищ в Англии очень много. Больше всего меня, конечно, огорчает, расстраивает то, что вот сейчас людей кремируют 90%. И получается, что от поколения 20-го, 21-го века ничего ведь не останется. Я дальше иду. И вот все обращаю на ваше внимание на вот эти дома, которые стоят вплотную. Я встречала не только здесь у нас в Райде, но и вот там на центральной земле очень часто, очень много стоит кладбище. Вокруг дома и нормально. Вот опять, кстати, точно такой же памятник, только уже из белого мрамора. С веночком стоит ангел. Кладбище огромное. Я вам показываю только наиболее такое интересное, на мой взгляд. Памятники, могилки, надписи, которые все-таки заслуживают внимания. Но если тут останавливаться у каждой плиты, вы понимаете, я даже и части не прошла этого огромного кладбища. Только-только край. И деревья эти просто потрясают своими размерами. Ну вот не знаю, на камере может быть и непонятно вам будет. Он, наверное, в три или в четыре обхвата вот это вот. Он, дерево. Не знаю, что за дерево. Много здесь таких, вероятно, вместе с открытием кладбища были посажены. Постепенно вырубаются. Я подошла поближе, чтобы вы ощутили мощь этого дерева. Вы же знаете, я любитель растений, деревьев. Красота! Где еще погулять и птиц послушать? Вот, представляете, на кладбище. Спокойненько все. Благодать. Не очень, чтобы красивая вот эта вот стелла. Но я подошла поближе, потому что она так огорожена. Такая огромная. Посмотрите. Площадь для этой женщины. Написано. Алис Мэри. Прожила 85 лет. В 1931 году похоронена. Что-то кто-то там еще в 21-м, 24-м. Богатенькие, наверное, были люди. Что вот даже себе и на кладбище отхапали. Такую территорию. Извиняюсь, что так говорю, но вот даже, знаете, смешно. Это, пожалуй, единственный такой вот памятник, который такую ограду имеет 5 на 5 метров. Много еще интересных вот таких вот каких-то гравюрных, как это называется, не знаю. На каменных плитах разные вот такие вот рисунки. Вот здесь еще, видите, другой. Я показываю вам. Не знаю. Это герб, не герб, а может быть просто для красоты. А кого-то, вот в отличие от той Алис Мэри, которая себе 5-метровый забор восстановила. А здесь, посмотрите, просто похоронен под деревом человек. А мне как-то даже больше нравится. Прожил 28 лет, ё-моё. Так, а что тут про него пишут? 28 лет прожил, в 920-м умер. Похоронен под огромным деревом. И птицы ему поют. Птицы ему поют. Слышите, какая красота? Помимо меня здесь любят гулять собачники по кладбищам. Не знаю, разрешено ли, но, наверное, разрешено. Гуляют много, попадаются мне на камеру. Вы заметили ещё, что, несмотря на то, что это уже такие старые могилы, и наверняка уже, может быть, и ухаживать некому здесь. Но трава покошена. Видите? Всё здесь ухаживается. Следят специальные люди. Охрана. Ну, чаще всего семья живёт здесь, рядышком. Сейчас я вам даже их дом покажу. Они прямо на территории кладбища обычно живут. И ухаживают, косят траву, поливают иногда какие-то цветы. Книга вот такая. Напись на книге. At Rest. И дальше. Эмили и Леонард похоронены в 1958 году. Джоб Спрейч, 36 лет, умер в 1851 году. Можно встретить и новые могилы. Новые. 2018 года, видите. И 2017 года. Похоронены. Но их настолько мало. На всём этом кладбище. Новая могила. 1996 год. И вдруг тишину кладбища нарушили вот эти вот ребята. Это целый класс. Они пришли, зашумели, загалдели, нарушили таинство нашего с вами общения. И я думаю, что дальше, может быть, вы уже без моих вам пояснений, просто под музыку. Кто желает, посмотрите дальше. Все суждения социума я игнорирую. Поэтому общее осуждение меня не интересует. Но дружеская критика, когда мне говорят, что вот это бы хорошо подправить. Да, я забираю, и тут же, тут же пытаюсь изменить. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok